Доброго времени суток дорогие друзья, с вами Тальшахар и добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube. Особая благодарность тем, кто является моими давними подписчиками или постоянными зрителями канала. Если вы, дорогой друг, еще не подписались, ничего страшного, ведь это можно сделать прямо сейчас. Прямо сейчас я хочу поговорить с вами о том, как вылечить катаракту без операции при помощи спрея в компании AliveMax. Именно такой запрос я ввел в YouTube и получил вот такие ролики. Как вылечить катаракту без операции спреями компании AliveMax, AliveMax, AliveMax. Избавляемся от катаракты без операции со спреями AliveMax. Избавляемся от катаракты без операции со спреями. Врач Наталья Эйнис. О AliveMax по всем вопросам стучитесь в Skype такой-то, такой-то. Состав спреев заболевания и рекомендации от Натальи Эйнис. Женщина в белом халате. И оказывается она врач. И оказывается она комментирует как можно избавиться от катаракты. Этого достаточно, чтобы люди начали скупать спреи AliveMax и массово капать их в глаза. Но никому не вдомек, что врач Наталья Эйнис является обыкновенным фельдшером, причем работает скорее всего в медпункте на заводе, потому что она работает на заводе, но она действительно является фельдшером. Нужно только догадаться, где может работать фельдшер на заводе. Причем она работает в глубинке. И когда у самой Натальи Эйнис, а интервью с ней имеется в моем архиве, возникла личная проблема со здоровьем, то она даже не удосужилась доехать до ближайшего медицинского центра для того, чтобы обследоваться. На этом можно поставить точку. Заводской фельдшер на весь мир, на весь YouTube рассказывает, каким образом можно вылечить катаракту. Заводской фельдшер рассказывает, как будто бы является офтальмологом, причем офтальмологом признанным. И никому абсолютно не нужно никаких компетентных заключений действительно известных офтальмологов. Почему бы не обратиться в центр микрохирургии глаза в любой, в любой стране, к любому врачу, который действительно имеет квалификацию. И не получить заключение, не записать этого врача, не провести клинические испытания непосредственно в этом научном центре, в научно-исследовательском институте глазных болезней, в центре микрохирургии. И результаты мнения именитого врача не выставить в YouTube. Люди довольствуются вот такими дешевыми трюками, только для того, чтобы люди увидели женщину в белом халате, увидели слово врач. Им было бы этого достаточно. Наивные, глупые, недалекие люди так охотно жрут всевозможные кровавые истории, всевозможные псевдоистории, в том числе и исцеления, волшебного исцеления. И они не удосуживаются проверить, кто эта женщина, какое у нее образование, кем она работает. Никому даже не вдомек, что она никакой не врач. Никому даже не вдомек, что она работает в глубинке, в Ленинградской области. Продукт является обыкновенным фельдшером, который не имеет никакого морального, этического, профессионального права выступать и рассказывать о продукте. Которая сама плюнула на свое собственное здоровье. Которая сама фактически проявила максимум непрофессионализма в отношении собственного здоровья. И вот этот абсолютно не эксперт, абсолютно не опытный в офтальмологии человек, делает подобные громкие заявления. Вот примерно так. Вот так рождаются мифы, которые потом приводят к весьма тяжелым для конкретных пациентов последствиям. Если вы не согласны, пожалуйста, напишите. Поставьте комментарий, поставьте лайк, дизлайк, неважно. Все, что вы хотите. Но будьте объективны. Я открыт в дискуссии. А если же вам все-таки ролик понравился, поставьте лайк и поделитесь им со своими друзьями. С вами был Тальшахар. Не болейте. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.